Всех приветствуем! Мы продолжаем учить книгу «Право, шерки, святость и природа». Сегодня у нас десятое занятие, и наша тема – это война мнений. Итак, начнем. Первая тема – и то, и другое слова Бога Живого. Известное изречение из Талмуда, и вопрос только, где предел? До какой степени это работает? Итак, в мире есть множество разнообразных мнений, и вопрос, каким должно быть правильное отношение к этому многообразию мнений. Здесь есть два подхода. Первый подход – это терпимость. Что каждый имеет право высказывать свою точку зрения, имеет свою точку зрения, высказывать ее, но только он должен понимать, что у другого есть такое же мнение, такое же право, и он должен быть терпимым, чтобы выслушать, признать право другого на свое мнение. Но есть и противоположный подход, согласно которому только правильные мнения могут быть выслышаны. У него тоже есть какие-то основания, потому что какое-то мнение может быть ошибочное, и к нему вообще тогда не стоит прислушиваться, так как неверное мнение является вредным, и их нужно не слушать, чтобы они не повлияли на нас негативно, а с ними нужно бороться. Итак, два противоположных подхода – терпимость и нетерпимость. И если задуматься, откуда вытекают эти подходы, то получается, что первый подход, подход терпимости, предполагает, что достичь истины невозможно. И поэтому, если мы не знаем, какое мнение истинное, то нет никакого смысла одно мнение предпочитать другому. А второй подход исходит из того, что истина может быть найдена, и есть чёткие критерии определения истины. И поэтому терпимости к другим мнениям быть не должно. В еврейском народе, как известно, была война мнений с глубокой древности, и шла она во многих поколениях, но при этом в наше время она очень усилилась. При этом, если в прошлом споры велись о вопросах, касающихся святости, то в наше время это не так. Например, в прошлом была школа Шамая, школа Елеля, они как бы жёстко расходились по многим вопросам, но всё же у них было полное согласие в основу Тора. Пример. Чтение Шма, есть заповедь, повторяя слова эти, во время лежания твоего и во время вставания твоего. И вот они спорят, как понимать во время лежания. Это время лежания, то есть когда все спят, это время ночи. Или это положение лежа. И вот они там спорили, приводили разные аргументы в трактате Брахот. Но всё же у них не было сомнений в том, что еврей должен читать Шма. Они спорили о том, как эту заповедь исполнить. Но в последних поколениях уже другие разногласия, в последних поколениях уже спорят не о том, как читать Шма, а спорят о том, надо ли читать Шма вообще. И о спорах мудрецов принято говорить, вот это известное выражение, то и другое слова Бога живого. Это означает, что у всякого мнения, имеется в виду мнение мудрецов, есть корень в святости, корень в божественном. Но в каждом поколении мудрецы, почему они, собственно, спорят, они решают, какое из их мнений больше соответствует той реальности, в которой они находятся. И в споре они приходят к какому-то решению, значит, какое-то мнение они отвергают, но при этом это не значит, что отвергнутое мнение не имеет зерно божественной истины. И то, и другое слова Бога живого. Просто нужно решить, по какому мнению мы идём в данном времени, месте и так далее. И теперь вопрос. У них, понятное дело, мудрецы, они спорят внутри святости, внутри Торы. Но можем ли мы расширить вот этот подход и то и другое слова Бога живого на все остальные мнения? Во мнениях, которые не относятся к святости, есть ли у них корень, соединяющий с божественным? И какова позиция Торы по отношению к идеям, которые явно выходят за пределы святости? Вот это как предисловие. С этим вопросом мы сегодня постараемся разобраться. Если нет вопросов, тогда я иду дальше. Окей, да, конечно, идём дальше. Итак, следующий параграф разделения во имя подъёма. В своей книге «О род» Раф Кук объясняет, что в любом обществе, в частности в народе Израиля, существуют три силы, которые должны быть проявлены, чтобы общество было здоровым. Первая сила – это духовность, святость, религия. Вторая сила – это национальные устремления. И третья сила – это космополитические, общечеловеческие стремления объединиться со всем человечеством. И в здоровом состоянии общество нуждается в присутствии всех этих сил. И ни одно человеческое общество не может развиваться нормально, если эти три силы не будут реализованы на практике, если чего-то из этого будет не хватать. Духовность, единство народа или соотношение со всем человечеством. И отсюда вытекает важность многопартийной системы. Поскольку одному человеку очень трудно посвятить себя сразу всем трем идеалам, поэтому должны быть политические партии, где люди объединяются по своим свойствам, по своим интересам. Каждая группа продвигает одну из этих трех сил в конечном итоге. И в такой ситуации гораздо проще действовать с полной отдачей в пределах одной области. Это естественно. Одни люди становятся религиозными, другие продвигают национальные идеалы, и третьи – общечеловеческие. То есть многопартийная система, каждая группа продвигает свою линию, потому что один человек не может, все три, но в обществе должны все эти три силы быть проявлены. И по мнению Рава Кука, даже в ненависти между партиями есть положительный аспект. Ведь ненависть заставляет одну группу отвергать позицию другой группы. И тогда с большей энергией она продвигает свою позицию. И поэтому это хорошо и правильно, что религиозные игнорируют то, что вне рамок религии. Иначе это мешало бы им оставаться религиозными. Мешало бы им с большой энергией продвигать то, то, что они должны продвигать. И точно так же хорошо, что те, которые борются за национальные интересы или космополиты, они тоже привержены своим позициям. Иначе они бы не смогли реализовать свои потенциалы. И таким образом у ненависти есть позитивная ценность. То есть она помогает сосредоточиться и более полно реализовать один из этих трех идеалов. Дальше. Время Машех. В трактате Сангедрин 97а есть описание будущего периода пяток Машеха, так называемого. То есть времени перед приходом Машеха. И про это там сказано много разных негативных вещей. Цены поднимутся, сын позорит отца, дочь восстает против матери и так далее. И среди вот этих признаков последних времен есть и такой. Они приводят цитату из пророка Ишая. Истина будет отсутствовать. Там вот это слово неэдерет. То есть истина будет отсутствовать. И мудрецы ее толкуют. Истина разделится на стада. Адарим, адарим. То есть совершенно по-другому понимают, как это часто бывает в Талмуде. То есть отсюда следует, что истина будет поделена как раз между разными группами народа. И каждый будет держаться за свою часть истины. И вокруг этой части выстраивать свою картину мира. То есть согласно объяснению Рава Кука в этом, в том, что истина поделена на стада, как сказано в конце времен. Согласно этому, согласно Рава Кук, у этого есть свое преимущество. Когда истина поделена на стада, тогда каждая группа придерживается только своей истины и позволяет ей в полной мере развиться. Каждая группа развивает свою точку зрения и реализовать свой потенциал. Ну, если нет вопросов... Ну, есть вообще, на самом деле. Нет, нет. Главное, что мы так и не дошли. Это все совершенно понятно. Главное... Нет, непонятно. Нет, непонятно. Окей, хорошо. Мне понятно. Давай, скажи, что... Я хочу сказать, что есть некоторая динамика. Да, мы же знаем. Есть про отцы в динамиках, есть Пинхасполонский в динамиках. Вообще, как бы, все динамика. Поэтому, как бы, ну, соответственно, правильно все время цитировать Рава Кук, правильно, но ситуация в Израиле, она динамическая, она меняется. Поэтому, с точки зрения, как бы, классики обсуждения источников религиозного сиранизма, наверное, правильно учить Рава Кук. Но то, что сейчас происходит в государстве Израиля, ну, совершенно не соответствует всем этим разделениям абсолютно. И тот, кто хоть минимально связан с тем, что происходит в Израиле, он понимает, что это сейчас, это вообще отставлен другой план. Израиль перешел, что оно в другую стадию, о которой никто не думал. Если кто-то думал, что вообще стадия Шауля прошла, Израиль живет в безопасности и так дальше, оказалось, все это нет. И поэтому общество вернулось, что оно в другую клетку. Поэтому, опять, теоретически, это все можно обсуждать. Наверное, действительно так оно есть. Но практически это все нерелевантно. Для современных Израилей это все нерелевантно. Израиль поставлен на грани своего существования, и все это прекрасно понимают. Нет, извини. Значит, совершенно с тобой категорически не согласен. Абсолютно. Все это разделение, так оно и есть. Израиль поставлен на грани своего существования. Это прямо, скажем, перебор. То, что действительно идет вторая война с независимостью, это совершенно верно. Но откуда ты взял, что при переходе от Сауна к Давиду безопасность достигнута? Ничего не достигнута. Вещь идет про безопасность. Вещь идет про безопасность. В стране происходит. Ну, мы не будем это обсуждать. Нет, во-первых, извини. Во-первых, ты смешиваешь мою концепцию Шаули и Давида с концепцией того, что есть три группы. Это раз. Во-вторых, ты смешиваешь, что при Давиде не должно быть проблем безопасности. Это совершенно неверно. Это сейчас происходит, это не проблема безопасности. Другая вещь. Ну, в Давиде точно так же было и в Древней. Это другая вещь. И это как бы... Все это накладывает на то, что происходит в обществе. Общество израильское за последние... Начиная с октября, 7 октября, общество поменялось кардинально. Тот, кто это не видит, он не понимает, что здесь происходит. Извини. И говорить по физическим параметрам, никогда не было такого, чтобы части Израиля просто были эвакуированы. Весь север Израиля вообще перестал существовать. Такого никогда не было. Нет, Натан, извини. Ты немножко путаешь между тем, что действительно с военной точки зрения никогда такого не было. Это все кошмарно. Что общество переживает трансформацию. Это я с тобой совершенно согласен. Но какую именно трансформацию он переживает, ты сказать пока что не можешь. Потому что, например... Я почему могу? Я почему не могу? Я могу. Объясню тебе, почему не можешь. Потому что трансформацию надо смотреть, когда машинное движение, что поднимается много пыли. Пыль должна немножко осесть. Понимаешь? У нас со вчерашней, прошедшей субботы возобновились демонстрации за, так сказать, правительство и неправительство. Никакого отношения к универсальности их демонстрации нет. Нет, нет, нет. Совершенно верно. Но в этом смысле, что у нас раскол в обществе, он куда-то ушел, никуда он не ушел. Сауэль и Давид никуда не ушли. А то, что у нас есть религиозное, национальное, универсальное, тоже никуда не ушло. Поэтому просто мы с тобой в Израиле не застали большую войну. Понимаешь? Мы с момента нашего приезда большой войны в Израиле не было. А действительно, эвакуация севера это совершенно беспрецедентная вещь, как нападение на здоровье и вообще на поселки в Газе. Такого тоже никогда не было. Никак, я не совсем про это говорю. Я согласен. Но просто говорить, что у нас происходит трансформация, и все нерелевантно, это неверно совершенно. Как именно у нас происходит трансформация, мы увидим, когда пыль немножко осядет. Пока что у нас есть война, а вот куда идет трансформация, мы пока что увидеть не можем. Я тебе могу сказать, куда она идет. Это ты можешь спросить у любого человека, который живет в Израиле. Израиль резко закрыл все направления развития, все направления споров. Он вернулся обратно на национальное. И 99% понимают, что без того, чтобы вернуться обратно в национальное, Израиль перестанет существовать. Поэтому на сегодняшний момент все остальные вещи, они стали нерелевантны. Все. Сейчас самое главное как бы слово в Израиле это ахдуд. Это не просто сесма. Это ахдуд. Поэтому, сейчас секунду, поэтому эти демонстрации, то что на Каплане это маргиналы, которые в глазах всех маус, они всем надоели. Это не потому, что я прав. Они ничего вообще не представляют. Не представляют мобида, который рвется как бы власти последними жалкими усилиями. Реально в Израиле изменилось все. Я вижу это по своим детям. Я вижу это по соседям. Я вижу это везде. Поэтому теоретически Рав Кук говорил правильно. Может, когда-то это вернется. Послушай, послушай, ну это послушай, это несерьезно. Рав Кук говорил нечто сто лет назад. Это было три месяца назад верно. Ты говоришь, у нас сейчас такая война, что все поменялось. Нет, три месяца назад это было неверно. Три месяца назад это было неверно. Просто народ увидел, народ увидел, что все разговоры об универсальном это ложь, потому что все универсальное в тот момент, как был во время катастрофы. Только сейчас, когда все это открыто, если все знают, это еще более ужасно. Все левые поняли, что весь универсальный мир их предал. Поэтому, когда сейчас человек говорит про универсальный, ему говорят, мы не пойдем в универсальный, они нас все предали. Они не хотят рассматривать изнасилование и сексуальное надругательство те, которые боролись за феминизм. Понимаешь? Он стал, к нему никто серьезно относился. Послушай, то, что ты говоришь, абсолютно не серьезно. Просто абсолютно. Потому что я совершенно прекрасно тоже общаюсь, тоже вижу, что происходит. И да, движение в обществе есть. Но универсальное никуда деться не может. Универсальное – это не левые экстремисты, которые действительно... У нас левые... У них был чудовищный шок, раскол на левых умеренных и левых экстремистов. Но наши универсальные – это именно умеренные левые, которые продолжают мести универсальные ценности. Никуда они не денутся. Потому что они оторвались от левых экстремистов – это необычайно важно и необычайно позитивно. Поэтому ничем не меньшим был шок войны 73-го года. Гораздо меньше. Это не я говорю, это люди говорят. Там проблема... Подожди. Война Йом-Кипур – это была война судного дня, это была проблема армии. Это была проблема прокол в армии. И армия ее решила. То, что сейчас произошло, такого не было со времен катастрофы никогда. И в моих глазах, сейчас, секунду, и в моих глазах, как бы в свете, в аспекте нашего сейчас обсуждения, это проблема в взаимоотношении Израиля с миром. Именно с миром Израиль снова остался один. И он понял, что прежде всего национальное, все универсальное ушло на задний план и не хладит. Это моя точка зрения. Но это абсолютно несерьезно. Ну, ты, послушай, ты не хочешь... Послушай, ну, ты высказался, дай мне высказаться, что значит. Да, пожалуйста. Это абсолютно несерьезно. Потому что проблема универсальная никуда не делась. Даже зависимость от Америки никуда не делась. Вот вчера, ровно вчера, в Бразилии была многомиллионная демонстрация с израильскими флагами. Ну, что это, что за бросание... Так, Бразилия не пример, у них борьба за поддержку. Ну, да, можно дать высказаться. Ты высказался, дальше ты меня забиваешь, не даешь мне сказать. Ну, что это такое? Послушай, еще раз, еще раз. Я понимаю твою позицию. Она позиция эмоциональная. Потому что, когда идет война, то нужно мобилизаться на войну. Это верно. Но война все-таки закончится. Да, она закончилась не за две недели, как мы ожидали, а идет уже это и месяца. Или четыре даже уже, да? Вот, почти. Я согласен. Да, я согласен, да, эта война трансформирует Израиль. Я совершенно согласен. Но она трансформирует именно в нужном направлении. Например, национально-религиозная стала совершенно другой силой в обществе. Совершенно иначе воспринимается. Даже коридин трансформируется. Это все очень сложная трансформация. Ее нельзя увидеть, пока машины на дороге поднимают такое облако пыли, что ты, я вижу по своим окрестностям, когда ты видишь это облако пыли. Когда это облако уляжется, тогда ты можешь оценить изменение диспозиции. И мое мнение, такое же была трансформация и в войну Йом-Кипура, и в шестидневную войну. Тем более была такая трансформация. Но все равно все эти сброси Пушкина с кремля современности это все проходит потом. Пушкин остается на кремля современности. Точно так же. Секунду, да, секунду. Я помню, что ты понял. Все, что сказал Рав Кук остается релевантным. Потому что мы обсуждаем не текущую политику, мы обсуждаем общее развитие, общие проблемы. которые остаются адекватными, остаются релевантными, остаются живыми. Они могут быть релевантными для тебя, но они не релевантны для общества. Послушай, но ты не знаешь, что будет релевантным до общества через три месяца. Ты тоже не знаешь. Да, но эти проблемы, они сущностно впечатаны в людей. Они никуда не денутся. Если они были четыре месяца назад релевантными, то они, когда уляжется пыль на дороге от движения машин, то они снова станут точно такими же релевантными. Сегодня, я согласен, сегодня обсуждать универсальное с обществом почти невозможно. Это верно. Но мы-то работаем не на сегодня, а все-таки мы работаем на завтра. И вот на завтра все это необходимо разрабатывать. Иначе опять завтра, как и вчера, ты окажешься не разработан без разработки. Вот и все. Окей. Хочешь что-то добавить или мы идем вперед? Мне, конечно, надо продолжать. Ну, давай. Я здесь пока что не услышал ответа на главный вопрос. Пока что, с моей точки зрения, шло важные вещи, нужные, но никакого кардинального ответа не было. кардинальный вопрос. Кардинальный вопрос здесь такой. Нужно ли проявлять толерантность, терпимость к мнениям, выходящим однозначно за рамки артодоксального иудаизма, вообще за рамки тары. Вот к этим мнениям нужна толерантность или нет? И вот этот вопрос здесь висящий над всем этим обсуждением, на него пока что никакого ответа не было. Были некоторые небольшие точки выставлены на карту. Ответа на кардинальный вопрос пока что не было. Надеюсь, он будет дальше. Все правильно. Вопрос поставлен, мы идем к ответу. Объясни мне, есть ли точки, которые выходят за рамки любой системы, но ты порой же систему называешь ортодоксальный иудаизм. Вот эта точка уходит слишком далеко. Но не называй ортодоксальным иудаизмом. Если она ушла слишком далеко, значит, она не ортодоксальная. Так я ее не называю таким. Так я же не это спрашиваю. Я спрашиваю, должны ли мы появлять к ней толерантность. Если она не принадлежит к тебе, какая тебе толерантность, если она дает возможность существовать? Реформисты сильно волнуют? Да нет, но при чем здесь это? Слушай, это абсолютно неправильный вопрос. Что такое толерантность? Толерантность это не то, что я не стреляю против них. Вопрос, борюсь ли я с этой точкой? Говорю ли я, что она неверна, недопустима, отрицательна, и нужно ее блокировать? И это большой вопрос. Реформисты меня не сильно волнуют. А есть вещи, которые волнуют меня очень сильно. Я уж не буду там по имени называть, которые приходят в израильские школы и начинают израильским детям давать такую позицию, которая с моей точки зрения разрешительна. Да, мои дети ходят в религиозные школы, но должны ли меня волновать общие школы в Израиле, нерелигиозные? Или пусть делают что хотят, но ведь потом, если они будут делать что хотят, то совсем не факт, что я смогу с ними воевать вместе. Понимаешь? Я сейчас, ну вот, например, вчера в Берлине получил премию израильско-палестинский фильм, который показывает, какие ужасные палестинцы, то есть, какие ужасные поселенцы, какие замечательные палестинцы, и все хлопали, говорили, вот, теперь мы поняли, что поселенцы это ужасно, мы увидели поселенческое насилие, вы нам изобразили, поэтому мы должны всеми силами блокировать продажу Израиля оружия, потому что он угнетает палестинцев, мы должны исключить Израиль из ООН, мы должны всячески на Израиль давить. Вот тебе прямое следствие из другой точки зрения, которое изображает действительно поселенцев такими вещами ряды, которые протесняют палестинцев. Вот эта точка зрения, она легитимна, к ней нужно относиться толерантно, или она нелегитимна, и нужно к ней относиться нетолерантно. Вот тебе, пожалуйста, простой пример, как я должен, вот тебе точка зрения, выходящий за пределы иудаизма, нациального, это вовсе не реформисты иудаизма. Те, кто удобрительно относились к этому фильму, это евреи вообще обычный Берлин, Берлинари. Ну правильно, они же нормально относились, 90% в мире так относится к поселению. О нет, извини, совершенно опять не 90% в мире, но я хочу сказать, что этот фильм приведет к тому, что тебя будут выселять из твоего дома. Так должен ли ты к нему в Израиле относиться толерантно и в мире, или должен сказать нет, мы должны бороться с этой точкой зрения, мы должны свою ей противопоставить, мы не должны ее финансировать. Он просит государство финансирование. Должно ли государство быть толерантным и финансировать на наши налоги этот фильм, или нет, мы не должны этот фильм финансировать, мы должны против него бороться. Как бороться? Это и вон вопрос, но мы должны бороться. Вот тебе пожалуйста пример того, что есть разные точки зрения. Разные точки зрения не только в том, соблюдать ли шаббат или ездить на машине. Разные точки зрения напрямую касаются тебя, твоих детей и всего общества. И вот этот вопрос, должны ли мы бороться с разными точками зрения, это очень серьезный вопрос. Ну, конкретно в этом фильме ничего нового нет. Такой фильм был про Джанин, по-моему, Джанин, Джанин и все прочее. В этом ничего нового нет. Да что ничего нового нет? Ну, как нет. Например, точка зрения, точка зрения. Ряда людей, которые говорят, можно быть сионистом и не жить в Израиле. Это легитимная точка зрения. Это вот вопрос. Окей, это одна точка зрения. Сионистом не жить в Израиле. И совсем другая точка зрения. Совсем другая. Это искусство, которое продолжает призывать, не напрямую, конечно, искусство иначе работает, следствием которого будет уничтожение тебя. Так должно ли тебя заботить эта точка зрения? Или, да ладно, дай каждому жить, дай каждому искусству. Да ладно, такие фильмы были. Или нужно с этим бороться? Да, ребят, можно? Можно я скажу? У меня много американских друзей, евреев, неевреев, которые любят Израиль, которые полностью выступают против поселенцев. Видимо, им показали этот фильм. Видимо, да. Ну да, он продвигает политическую адженду, политическую линию. Так вопрос даже. Так должны ли мы к нему относиться толерантно или нет? Почему толерантно? Конечно, нет. Нет, конечно. Он продвигает политическую линию. Эта политическая линия, с нашей точки зрения, она затрадывает наше физическое существование. Но у Гитлера тоже была какая-то политическая линия. Понятно, что он призывает к убийству поселенцев. Так вот, где граница толерантности? Вот этот же вопрос мы, собственно, и обсуждаем. Где граница толерантности? С твоей точки зрения, ты, наконец, понимаешь, что фильм про насилие поселенцев, он тебе угрожает. А другой человек считает, что фильм, например, изображающий Харидим в чудовищном виде, что он ему угрожает. Или нет. Или фильм про то, какие Харидим отвратительные, это нормально, это толерантно. Вот где граница этой толерантности? Ну, собственно, это и есть главная тема, которую мы обсуждаем. Где граница толерантности? Раньше она была граница толерантности там, где артоксальный иудаизм. А сегодня где граница толерантности? Фильм, который изображает, а то издевается над Харидим. Это толерантно или нет? Вы должны это допустить? Свинья, стфилин на площади в Тель-Авиве, которая скульптура, это свобода слова или это оскорбление? Понимаешь? Вот вопрос про границу толерантности. В общественном пространстве чему мы должны относиться толерантно? Это и есть главный вопрос, который мы обсуждаем. Давайте пойдем дальше. Ну, тогда идем дальше. Разные поколения, разные вкусы. Вкусы тут надо объяснить, да там это еще означает смысл. Да, разные поколения, разные смыслы. Это тоже здесь имеется в виду. Итак, трактат Ирувин 13b. Вернемся к спору школы Шамая и школы Гелеля. Раф Аба сказал от имени Шмуэля. Три года спорили школа Шамая и школа Гелеля. Эти говорили Аллаха по нашему мнению, а те говорили Аллаха по нашему мнению. И произнес голос с неба. И то, и другое слова Бога Живого. Но Аллаха по мнению школы Гелеля. Но если и то, и другое слова Бога Живого, то почему Аллаха по мнению школы Гелеля? Потому что они были смиренны и терпеливы. И всегда анализировали свои слова и слова школы Шамая. Более того, они приводили мнение школы Шамая прежде, чем выразить свое мнение. Это цитата из Талмуда. Небесный голос здесь учит нас с важным принципом. И школа Гелеля, и школа Шамая обе говорят слова Бога Живого. Но тем не менее, Аллаху следует устанавливать по мнению школы Гелеля. И хотя мнение школы Шамая также является словом Бога Живого, тот, кто идет по мнению школы Шамая, будет считаться преступником. И эти слова Талмуда вызывают вопрос. Ведь Аллаха это раскрытие воли Бога, его желания. Как может быть тогда в Аллахе множество мнений? Много было попыток дать ответ на этот вопрос, а один из них, один из ответов дает Ритба. Он приводит Медраж, согласно которому, когда Бог даровал Тору, в ней было 49 сторон чистоты и 49 сторон нечистоты. Это означает, что в каждом вопросе, который требует Аллахического решения, есть 49 причин признать это чистым, что-либо, о чём они спорят, и 49 причин признать это нечистым. То есть, это уже в корне и причины чистоты, и причины нечистоты. Если так, то каково же будет решение? Ответ. Аллаха устанавливается по соображениям мудрецов каждого поколения, которые определяют в соответствии Аллахи потребностям этого поколения. То есть, в одном поколении будет больше причин признать что-либо чистым и разрешить, а в другом поколении будет больше причин признать что-либо нечистым и запретить. Следовательно, Аллаха это не какая-то идеальная истина. Аллаха это действие, соответствующее духу времени. Тут вроде всё понятно, да? На самом деле это совершенно потрясающая идея. Совершенно феноменальная. То есть, Аллаха это раскрытие воли Бога, которое состоит в том, что люди сами выбирают себе Аллаху, отвечая духу времени. То есть, эти вещи не противоположны, они вещи объединённые. А идея, что в каждом есть корень чистоты и нечистоты, и в чём много, и дальше они задействуются, по-моему, это совершенно феноменальная концепция. То есть, во-первых, воля Бога не статична, а динамична, да? Она может меняться. И во-вторых, она выходит без диалога. Нет, 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 нет. Не воля Бога динамична, а воля Бога, чтобы Аллаха была динамичной и зависела от людей. То есть, как человек меняется, как диалог человека с Богом меняется, так и, соответственно, меняется Аллаха, то есть, выражение воли Бога в том времени и месте. Да, то есть, то есть, волей Бога было дать человеку возможность динамически развиваться и менять. Мне кажется, это было. Ну, послушай, что за фразы волей Бога было? Ну, послушай, ты сидел в канцелярии, откуда ты это знаешь? Значит, волей Бога было. А Харидим тебе скажет, волей Бога было сделано так, чтобы это ничего не менялось. Ну, какая у них динамика? Объясню. Ответ. Отвечаю. Во-первых, не является моей целью преиспорить Харидим. Харидим имеют свою теологию, а я имею свою теологию. Моя задача вовсе не преиспорить Харидим. Моя задача сделать глубокую теологию серьезную для моих последователей, для тех, кто хочет принять эту точку зрения. Вот для них это является необычайно глубокой идеей, что вот то, что мы читали, не то, что я сейчас придумал, а то, что мы прочитали. Замечательно. Я не против этого, я с тобой согласен. Это очень хорошее правильное направление. Зачем фразы воли Бога? Скажи, моей волей заключается в том, чтобы направлению умов близких мне людей, чтобы они двигались в любом направлении. Называть волей Бога, волю Пинхаса называть волей Бога, на мой взгляд, ну, как бы, это не к месту. Объясняю, объясняю. Слово «воля Бога» означает, что такая наша теология. Ведь абсолютно любое утверждение про Бога является относительным. И про волю Бога. Что такое теология? Теология – это как мы себе представляем божественность и как мы ее объясняем. Вот в нашей концепции божественности волей Бога является дать людям многообразие и развитие. Это наша концепция божественности. У Харидима может быть другая концепция. Пожалуйста, я с ними не спорю. Моя задача дать нам концепцию божественности глубокую. И поэтому фраза «глуха раскрытия воли Бога» конечно должна оставаться. Это должна быть иначе это не будет серьезной религиозной концепцией. Так, народ, у кого-то есть что-то сказать? Когда двигаемся дальше? Ну, да, ползем дальше. Я даже более того скажу, чем мы занимаемся во всей этой книге. Можно сказать, ну ты так сказал, а Харидим скажет не так. Ну и что? Ведь вся цель этой книги совсем не в том, что переспорить Харидим. Вся цель этой книги построить глубокую теологию для своих, для своих последователей. И в этом, конечно, нужно перерывать понятие воли Бога, разумеется, понимаешь, это правильно представление такое, и все точно. Наше представление о воле Бога такое-то. Разумеется, все, что мы говорим про Бога, это все наше представление о Боге, а вовсе не самая божественность, разумеется. Но, естественно, смысл этой книги не в том, чтобы кого-то переспорить, а в том, чтобы построить глубокое для самого себя, как собственная цель любой совершенно философской книги. Ниакая философия никогда никого не может опровергнуть, она может только привлечь последователей своей красотой, осмысленностью, тех, кто и так к этому склонен. Это не совершенно ясно. Поэтому фраза воли Бога абсолютно уместна. Мне кажется, в каком-то месте Рафширки говорит, что вообще иудаизм это вообще не теология. Ну, он может так сказать, что иудаизм это не теология. Можно поискать, да. Секунду, одну секунду. А я говорю, что внутри, а я не говорю, что иудаизм это теология, я говорю, что внутри иудаизма существуют разные теологии. И сам подход Рафширки это и есть определенного вида теология. Вся книга это теология. То есть, не иудаизм теология, а книга Рафширки это теология. Внутри иудаизма одна из многих теологий. Предназначена для того, чтобы те, кто к этому склонен, привести их как бы идеи в систему и им показать что-то глубокое. Это ровно из того, что, как называется, в Кабале показывают, говорят, чтобы обучить, называют название параграфов. Потому что человек должен сам понимать. Если он сам к этому склонен, он это возьмет. А ему только объясняется как бы общая система. Если к этому не склонен, это не возьмет. Вот и все. Ну, хорошо. Тогда мне кажется, что пафос снижается, потому что вместо некоторого человек претендует на то, что он говорит какие-то абсолютные вещи. То, что люди обычно в религии. Ты говоришь некоторые относительные вещи. Одному нравится это. Вот то, что Андрей читал про вкус. Одному нравится. Одному нравится другое. Я им предлагаю людям, которым может понравиться. Я им предлагаю мою относительную картину мира. Ну, а при чем тут абсолют? Окей, это важный вопрос. При чем есть абсолют? Ответ. Абсолют выражается в самых разных картинах одновременно. Это есть часть нашей картины, что абсолют выражается в разных картинах одновременно. Вот это есть. Все ровно в ног. Понимаешь, это не я предлагаю, а в шоке собственно предлагают теологию, разумеется, подходящую только для тех, кому это нравится. А и любой другой теолог предлагает то же самое, и хоридим предлагает то же самое. Каждый внутри иудаизма предлагает свою концепцию тем, кому она нравится. Собственно, и в ней иудаизма тоже. Вот и все. Поэтому главное это не переспорить противоположную точку зрения, а сделать серьезной, глубокой и красивой твою собственную. Понимаешь? Это как искусство. Это не математика. Ты должен создавать такие произведения, которые понравятся тем, кому это близко, а вовсе они не признаны, а провергнут другие представления. Создавай свою школу, а не занимайся борьбой с другой школой. Но часть идеологии твоей школы может быть представление о других школах, соотношение с другими школами. Это нормально, совершенно. окей, пошли дальше. Идем дальше. Итак, в чем ты на этом прав, во всем этом есть некий привкус отчаяния, от того, что ты не можешь твердо выразить твердую позицию в каких-то вопросах, связанных с мировоззрением. Потому что каждый раз, когда у тебя есть свое мнение, нужно учитывать, что это не вся истина, не вся истина принадлежит мне. Часть истины всегда будет у другого. И в этом есть какое-то отчаяние. Почему отчаяние? В этом безусловно есть слово отчаяние. В какой стати отчаиваться? Что я не могу все в мире, и я должен отчаиваться? Я не успеваю посмотреть весь мир, он такой красивый, я не успеваю посмотреть все города, познакомиться со всеми культурами, ну конечно не успеваю, но почему надо отчаиваться? Пусть я сделаю хорошо свое, и это замечательно, какое отчаяние, с какой стати. Ответ? Это странный ответ. Почему? Интересно, что мы начали с Галахи, все-таки там гораздо более острая постановка вопроса, например, тот же Пинхас, он не претендует на то, что он будет по-другому трактовать Галаху. Он говорит о некотором философском представлении мира. И тут действительно каждый полен играть, как он хочет. Во-первых, ты еще не знаешь в Угле толктовать Галаху. Послушай, во-первых, у тебя нет смехи, ты не можешь выступать против Аллахи. Секунду, секунду, извини, извини. Это отдельная тема, давай мы ее отдельно, давай мы ее не будем. Я не трогаю, я не трогаю, хочу сказать, что то, что было в начале зачин, на мой взгляд, он гораздо более острый, потому что даже в точке, даже в рассуждениях, которые касаются практического применения, идти направо, идти налево, есть, спать, жить, умереть и так дальше, уже в этом даже разделяется. Причем вообще философия, посмотрел все картины, посмотрел все миры, гораздо более, вот здесь вот действительно острота, как такое может быть? Жить человек может быть либо А, либо Б, в конкретный отрезок времени ты можешь делать либо А, либо Б. То есть, один говорит А, другой говорит Б, вот это непостижимо, действительно, как такое может быть? Что и то, и другое является словами Бога живого, но в конкретной ситуации оно разное, ну так отлично, именно на эту тему нам и объяснялось ровно, вот это моя философия, как ты сказал, пренебрежительно, она-то и должна слегка, слегка, секунду, секунду, мне не жалко, ничего, ничего, когда я буду говорить свои гласические мнения, будет гораздо круче, так что давай отложим, да, да, сидите крепко, товарищ, приезжите с ремнями, давай, я просто их не говорю, чтобы не смущать, да, не смущай нас, мы краснеем, мы все девушки краснеем, да нет, не измужяй, в другом смысле, вот, но, но, когда у нас есть, как ты четко очень сказал, конфликт в галахе, причем и то, и то, и слова Бога Живого, при этом одно заповедь, а другое, нарушение, как это может быть, то вот здесь, хорошо это высказал, прекрасно, это есть расколы школы Шама и школы Дилеля, то как раз здесь приходит вот та самая философия, чтобы объяснить, как это может быть, то есть, как этот острый конфликт в галахе, в реальном действии может быть, и это нам было объяснено превосходно с точки зрения философии, не мною, а я не помню сейчас имя, кто это сказал, я это первый раз услышал, такую идею, и она мне показала совершенно замечательной, о том, что Всевышний заложил в каждую вещь 49 уровней святости и нечистоты, вот это является, как ты понимаешь, традиционным мнением ваудаизма, то есть, нет, этого не было, извини, этого не было на слайде, это ты зачитывал, Андрей, нет, вернись к нашему слову. А, это Ритба, Ритба приводит медраж, которого нету сборника. Вот, так вот, большое спасибо Ритба, но Ритба, это, извините, Ишанин, если я не ошибаюсь, и это значит, что это классическая вещь в иудаизме, ее никак нельзя уже, понимаешь, вытянуть из священных текстов, Ритбу ты не вытянешь, и это значит, точка зрения допустима, и на ней строится та самая философия, которая объясняет, как же так быть с острым конфликтом, который Натан отметил. Спасибо. Пошли дальше. Но есть и другая опция. Вместо того, чтобы развивать фрагментарные видения мира, можно стараться достичь более всеобъемлющего видения. Например, в нашем поколении есть смысл искать позицию, которая соединит в себе религиозные, национальные и общечеловеческие стремления. И это нам предлагает Раф Ширке, толкуя Рава Кука. Рав Кук, насколько я понимаю, здесь салаветка Назуар, в котором сказано, что в конце звучит некая особая песня, простая, двойная, тройная, четверная. И вот цитата из Рава Кука. Есть тот, кто поет песни своей души, и в своей душе он находит все, находит полное духовное удовлетворение. Это простая песня. Песня отдельного человека, который поет песню своей души. Следующая песня, Рав Кук. Есть тот, кто поет песнь народа. Он выходит из круга своей частной души, не найдя в ней достаточно широты и равновесия, и устремляясь к высшим источникам силы, соединяется утонченной любовью со всей общиной израилья. Он чувствует ее боль и утешается ее надеждами, размышляет ее возвышенные и чистые думы о ее прошлом, о ее будущем, вникает в любви и мудрости сердца во внутреннее содержание ее духа. Конец цитаты. Это второе. Идентификация человека с народом. То есть, человек поднялся над своим индивидуальным уровнем, и теперь его состояние зависит от состояния его народа. Если народу хорошо, человеку хорошо. Если народу плохо, человеку плохо, потому что он соединился уже с народом и поет песню народа, как здесь сказано. Третья песня «Дравкук». Есть тот, чья духа еще более расширяется, выходит и распространяется за пределы Израиля, чтобы петь песнь человека. Его дух все более расширяется в величии человека и в великолепии его образа, устремляясь к его универсальному проявлению и ожидая его высшего совершенства. Из этого источника жизни он черпает свои рассуждения, устремления и видения. Конец цитаты. Это следующая ступень. Я тебя отключу пока там шумы какие-то. Не-не-не-не-не все-все я с вами я с вами слегка я с вами я с вами все нормально. Хорошо. Итак, это третья ступень единения с человечеством. Это человек, который радуется радостью всего человечества и огорчается из-за его бед. То есть он думает не только о своем народе, а о человеке с большой буквы, о человеке как образе божьем, воплощенным во всем человечестве вместе. И четвертая песня Равкух. И есть тот, кто возносится еще выше и шире этого, соединяясь со всей вселенной, со всеми созданиями и со всеми мирами. И со всеми он поет песни. Это тот, кто занимается пэрэкшира каждый день. Ему обещано, что он сын грядущего мира. Конец цитаты. То есть это человек, который живет в единстве не только с человечеством, но со всем сущим, с животными, растениями, с неживой природой, с планетами и так далее. Он страдает, пока есть хотя бы один червяк в мире, который не может двигаться вперед из-за того, что камень пригородил ему путь. На первый взгляд, то, что описано здесь, выглядит идеальным. Каждый из поющих находит свое место в мире. То есть все это разные люди. он соединяется с тем, что оживляет его души. Кого-то оживляет его народ, кого-то оживляет все человечество, он соединяется с этим и поет песни своей души. Но вскоре возникают проблемы, когда такие люди, которые идентифицируют себя с чем-то одним из этого, когда они начинают общаться друг с другом. Например, индивидуалист живет в полной гармонии с своим собой, поет песню своей души и все хорошо. Но вдруг он встречает человека, который живет национальными интересами, и он видит в нем фашиста, а националист в ответ называет его эгоистом, того, который живет своими личными интересами, поет песню своей души. И оба они обвиняют тех, кто переживает о всем человечестве, в том, что те пренебрегают собой или пренебрегают своим народом. А последние в ответ говорят, что только они занимаются действительно важным, божественным образом, который проявляется во всем человечестве. И тут приходят зеленые, которые беспокоятся обо всей вселенной и настаивают на том, что жизнь насекомых не менее важна, чем жизнь человека. Вот это проблема, которую тоже мы сегодня обсуждали. Каждый соединяется с чем-то одним, с духовным, с национальным, с общечеловеческим, и начинаются, когда они встречаются, разные жёгкие обвинения. Вопрос, как же решить эту проблему? Как могут существовать все четыре песни вместе, не отказываясь от своих позиций? И ответ в продолжении цитаты Израева Кука. Есть тот, кто поднимается со всеми этими песнями вместе, и все они звучат, составляя прекрасную музыку. И каждая из них наполняет жизненной силой другую, голосом радости и веселья, ликования и восторга, воодушевления и святости. Песня души, песня народа, песня человека с большой буквы, песня мира. Все они вместе сливаются в нем постоянно. Это песня получается. И это единство возвышается, становясь песней святости, песней Бога, песней Израиля, силе и великолепие в истине и величии. Израиль это песня Богу. Из букв слова Израэль можно составить слова Шир-эль, песня Бога или песня Богу. Это простая песня, двойная песня, тройная песня, четверная песня, которую пишет Суар. И это песня царя Шлома, царя у которого Шалом, то есть мир. Еще одна песня, конец цитаты, еще одна песня, это песня песни, это соединение всех четырех песен, и это пятая песня, которая включает в себя все остальные, и тем самым устанавливает между ними мир. Только вот эта пятая песня устанавливает мир, соединяя все вот эти четыре разных устремления, которые, как правило, человек, как мы читали, ему сложно все вместе себе соединить. Но вопрос в том, что это объединение возможно только, если ему объединение предшествует борьба мнений, иначе этот мир, этот Шалом будет фальшивым компромиссом. То есть мир между мнениями однажды наступит, как пишет Зоар. Но пока его нет, то война между разными мнениями это хорошо и правильно. То есть хорошо спорить, продвигать свое какое-то мнение, усиливать его, реализовывать потенциал для того, чтобы в какой-то момент, как здесь сказано однажды, в свое время вот этот мир пришел, и он придет именно благодаря тому, что каждый развивает свой потенциал. Вот такая идея. Есть какие-то комментарии? Во-первых, я не совсем понял. Ты хочешь сказать, что пятая песня это объединение всех. Мне казалось, разве там есть в тексте прям такое слово пятая песня, мне казалось, что каждая следующая песня включает предыдущую. Вот я не прав. Вот действительно они разные. Действительно там какие-нибудь экологи поют песню мира, пренебрегая не только песню народа, но и песню человечества. Какие-нибудь экстремистские экологи. Поэтому действительно пятая есть. Я никогда не думал, что есть пятая. Я всегда воспринимал этот отрывок, он, конечно, очень известен как четырехгласная песня. Именно четырехгласная, а не пятая песня. Поэтому мой вопрос, есть ли у Шерки или в источниках прямо слово пятая песня, которая объединяет? Нет. Пятая, она здесь называется песнь песней. Есть четыре песни из Зоара, а Раф говорит, что есть песни объединяющие эти четыре. Понял. То есть тактически есть пятая, только он не говорит слово пятое. Да, пятая песня это Раф Шерки пишет. А Шерки пишет слово пятое напрямую? Да, это пятая песня, которая включена. Спасибо. Это мне важно, я никогда слово пятая песня не знал, то есть этот отрывок я знал и много раз его цитировал, но слово пятая песня я не знал, это терминология. Это интересно, что это Шер Ра Шерим, это действительно очень красиво, что это именно песня песни. Окей, прекрасно, это прекрасный отрывок, все понятно, только наш вопрос по толерантности пока что не отвечен совсем. Я очень опасаюсь, или там дальше будет приделать эфир. Сейчас мы как раз к нему перейдем. Окей, хорошо, прекрасно, давай. Так, и следующий раздел. я действительно хочу сказать, что на каждую песню отдельно действительно у нас хороший пример сейчас возник, что первая песня это индивидуалисты, вторая песня это националисты, третья песня это универсалисты, а четвертая песня это экологисты. В качестве примера людей, которые поют только эту песню и игнорируют остальные. Так они все показывают друг в споре, да, у нас редко вот, чтобы кто-то включал, чтобы каждый больше включал в себя. Почему? Совсем нередко. Народ и личность очень даже может быть, а народ и универсум тоже есть вполне много людей. Да, в общем, и про народ и человечество. И про универсум есть. Просто я хочу сказать, что пример крайних которые только свою песню, вот это как и осрежет, как человек только одну песню пел. И поэтому хороший пример, что про первые это и понятно, что кто такие это эгоисты, националисты и так сказать, безумные космополиты. И космополиты. Почему? Нет, не надо космополиты, это вкладе в позитивном смысле. Вот, то есть эгоисты, националисты и космополиты. А вот четвертую песню у нас не было раньше, кто пел бы ее отдельно, игнорируя остальные. И вот безумные экологисты, они как раз сюда очень подходят. При червяках, которым приезжает путь камень, их заботит. А в общем, люди не очень. Не знаю, такое ощущение, но я буквально вот одну фразу и все можно ее не знаю. Такое ощущение, что как бы, я не знаю, но это все красиво, сладко, розово, понимаешь, но как бы сказать, чтобы меня лично это как-то задевало, что я видел отражение этих песен. Все, что происходит в Израиле, деление на левых и на правых, это практически исключительно деление по отношению к арабу. Никакого универсального вообще нет, потому что тем более сейчас, после того, что произошло 7 октября. Поэтому, ну, можно порхать там, как бы, мы все бабочки, мы опыляем такой цветок, такой цветок. Вообще, вылетен детским садом, честно говоря. Окей, а до 6 октября это было? Нет, тоже не было, но во всяком случае, сейчас уже совершенно завернуты гайки, поэтому сейчас, как бы, петь, самым как сейчас, выходить и начинать этот самый классический балет, плясать на, я не знаю, на какой-нибудь лодж, на Кикар-Цион, начинать этот самый, как оно, Лебединое озеро. я тебя убираю. Люди, так странно, понимаешь, люди с автоматами ходят, а ты там платит Цепин Хасполонский пляшет свои песни. Я тебе уверяю, что люди с автоматами прекрасно ходят на балеты, прекрасно, и на симфоническую музыку ходят прекрасно. Особенно сейчас, ты посмотри, новости почитай вообще, кто куда ходит. Хорошо, я не хочу говорить, что у меня репортаж из окопа, но это окей. Я тебе говорю, машины поднимают, двигающиеся машины, караван идет, поднимаются огромные оголки пыли, все отлично. Это правильно, но, понимаешь, ты всегда можешь сказать, что вы не очень меня хорошо понимаете, почему, потому что я летаю вообще в стратосфере, а вы все там в пыли грузовиков мотаетесь. А вообще наши люди именно в пыли грузовиков идти и при этом что-то такое думать и находить, понимаешь? Я вижу все на эти дурот вперед, на поколение вперед. И я тебя уверяю, что это все соферонилось, никуда не делалось. Люди с теми же автоматами, приезжая из газа, идут на концерт классической музыки и на балет тоже. Никуда это не делалось, никуда. И на улицах симфонические оркестры и, может быть, даже балеты вполне могут быть. Все будут только этому клодировать. Никуда это не делалось. Окей. Хорошо. Вот сейчас прочитай «Пределки терпимости». Насколько я помню, когда я читал, я понимаю, это очень простой будет. Хорошо, посмотрим. И кончается «Пределки терпимости». Я, может, соглашусь, а в Шерке, может, не соглашусь. Ну, да, посмотрим. Окей. Ну, хорошо. Итак, перейдем к тому острому вопросу, который мы поставили вначале. Каждое ли мнение является легитимным? Следует ли терпимо относиться к любым взглядам? Или все-таки есть мнения, которые должны отвергаться сразу? Например, если появится партия, призывающая разрешить использование оружия детям от 10 лет, можем ли мы относиться с терпимостью к такой позиции? И должны ли мы вообще выслушивать эту точку зрения? Или общество должно сказать, что это уже слишком? В данном случае ответ очевиден. Это мнение из числа тех, что не проходит порог легитимности, и его следует блокировать. И, собственно, моральный уровень общества и определяется его способностью выявлять подобные порочные мнения и осуждать их. Еще один пример идолопоклонства. Тураза поведует вести с идолопоклонством войну на уничтожение и требует истребить его идолопоклонство и всех его служителей. Но и тут есть границы. Можно сказать, что есть разница между началом войны с идолопоклонством и ее продолжением. Действительно, в начале волны войны было необходимо сосредоточить все силы для борьбы с язычеством. Но со временем его сила слабела, мир все более очищался и идолопоклонников становилось все меньше, их влияние было меньше, поэтому отпала необходимость бороться с этим явлением с той же силой, как это было в начале. И известный пример бескомпромиссной войны с идолопоклонством, которая в итоге оказалась ненужной, это история пророка Мальяву на горе Карме. Все ее знают, умножились пророки Бааля и Ильягу, который был непримирим к лжепророкам и огорчен, что народ следует за ними, решил преподать им урок. Собрал всех изрильтян и пророков Бааля на горе Кармель и устроил состязание. Было два быка, которых приготовили для Бааля и для Всевышнего. Пророки Бааля призывали имя своего идола, но он им не ответил. Затем Ильягу помолился Всевышнему, Всевышний ответил и пожрал тельца на жертвеннике. То есть это было победой Израиля, победой веры во Всевышнего и народ пока говорил «Ашем Гуэлухим» «Господь есть Бог», Ильягу зарезал, убил 400 пророков Бааля. То есть это была его борьба с идолопоклонством и которая вполне соответствует Аллахе. Он сражался с идолопоклонством изо всех сил без капли жалости. Не моргнув глазом, он уничтожил всех пророков Бааля, которых знал. Он отвечал войной на войну. Но после этого Всевышний открыл ему, что это неправильный путь. После того, как Ильягу истребил всех пророков Бааля, Изевель пыталась его убить. То есть, несмотря на явное чудо на горе Кармель, у царицы осталась власть действовать против пророка Всевышнего. Это значит, что Ильял потерпел неудачу. Разочарованный он бежал от Изевеля и в пещере, где он скрывался, Всевышний раскрылся им. Цитата из Танаха. И вошел он туда в пещеру и заночевал там. И вот слово Господа к нему и говорит ему, почему ты здесь, Илья? И сказал, возревновал я о Господе Боге воинств, ибо оставили завет твой сына Израиля, жертвенники твои разрушили, тароков твоих убили мечом, и остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. Илья тут жалуется на то, что он спас народ Израиля от скверны и долопоклонства, а за это его хотят убить. Есть медраж, в котором мудрецы добавили ответы Бога на каждое из утверждений Илья. И получился такой диалог между Всевышним и Илья. Илья говорит, возревновал я о Господе Боге воинств, ибо оставили завет твой сына Израиля. Всевышний спрашивает, мой завет оставили или твой? Илья жертвенники твои разрушили. Это мои жертвенники или твои? Ильяху говорит, пророков твоих убили мечом. И опять Всевышний спрашивает, это мои пророки или твои? То есть здесь этот медраж раскрывает внутреннюю мотивацию Ильяху. И остался я один и моей души ищу, чтобы отнять ее. Иными словами, за ревностью пророка Ильяху скрывается его личный мотив. Есть другой медраж, который говорит еще более резко. Сказал ему Господь, сам о себе ты ревнуешь. Извини, здесь очень-очень важная вещь, очень важный медраж, жалко, что его нет на экране, очень важный, но все-таки это не личный мотив, а это его идеологический мотив. То есть у него есть собственный подход идеологический, и он воюет за него. Он не воюет лично за себя. Остался я один души моей и отнять ее, это не к этому здесь сводит. То есть это не так понимается. Я бы все-таки сказал, что это личный мотив совсем другой. Если бы у него был отличный мотив, он бы не стал с ними бороться. и тогда бы никто не искал его души. Поэтому это у него мотив продвижения своего идеологического подхода. То есть у Лиява подход действительно, что здесь никакой терпимости быть не может, а Волкому говорит, твой подход это очень вопрос такой сложный проблематичный. На самом деле здесь потрясающая вещь. Я этот мидраж не знал. Это очень интересен здесь. но я бы как раз понял, что собственно использование, что голос тонкой тишины после ветра землетрясения и огня это и показывает толерантность после необходимости в начальный период. То есть после необходимости борьбы в начальный период. Поэтому мидраж он не про время Ильяву. Он как бы задача мидража снять попытку нам здесь копировать Ильяву сегодня. И вот тот, кто скажет вот Танрах смотря как действовал Ильяву, я тоже буду так действовать, именно вот эту позицию не самого Ильяву, а наше копирование Ильяву хочет мидраж остановить. И этот мидраж необычайно интересен. И он говорит, что твоя концепция, такая жесткое неприятие, вот эта позиция совершенно не очевидна, что она божественная, она твоя. И вот это совершенно, по-моему, феноменальное утверждение мидража. Ну, я не знаю, послушай, опять, это всегда можно выбрать линию, которая тебе нравится. Если ты будешь разбирать линию Эль-Кана, это бог, который ревнует. Возьми Пинкаса, который остановил Магифу, там как бы одна линия. Поэтому понять, в какой момент, что правильно делать, по-видимому, вообще рецептов нет. Абсолютно. Слушай, так мы же занимаемся еще раз, не тем, что мы хотим переспорить другие, в которые приведут другие цитаты. Но это же невозможно, разумеется. Наша задача это сделать консистентной, разумной, обоснованной нашу собственную теологию, нашу собственную идеологию. Вот это Шерки здесь и делает. Замечательно, огромное спасибо. Нам для наших собственных последователей нужно объяснить, почему не нужна вот такая война, которая была 3000 лет назад. Вот это нужно объяснить. И вот это Медляж делает совершенно феноменально. Это показывает, что такая потребность была уже во времена Медляша, 2000 лет назад. Замечательно, большое спасибо этому Медляжу. Мы его положим в нашу теологию и актуализируем. Вообще, любая теология или религиозная идеология это актуализация некого набора части текстов из наследия. Наследие огромное. В нем есть миллионы разных подходов. Вопрос, какие ты выбираешь и то, что ты актуализируешь, это и будет твоя религия сегодня. Да, но это слегка тема была такая, что в первый период становления, когда очень жесткая ситуация, тогда как бы жесткие методы подходят. Когда как бы все кает, ты живешь уже спокойно, ты сможешь расслабиться и заняться как бы, я не знаю, голосом таткой тишины. В том числе в скобках универсальным подходом и пятой и десятой. У меня такое ощущение, возвращаясь к предыдущему обсуждению, что Израиль заброшен очень-очень назад, когда все осталось совсем остро и вообще голос тонкой тишины, и он отошел на задний план. Ну, окей, здесь мы уже говорили, это было пять раз. Это он действительно отошел или наоборот произошло продвижение такое сильное, что мы не видим и это самое, пыль поднимается. то, что я говорю. Но известнейшая фраза, известнейшая, это то, что, когда слишком, это вот классический вопрос, времена Машеха, буду сидеть в тени навоза его осла. Почему? Потому что слишком яркий свет сожжет. И это то же самое, что ты бы сто лет назад говорил, ну да, сионисты есть, но посмотри, они же отошли от тары, все разрушено, все кончено, все больше никуда никогда не вернется. Но вернется на новом уровне по-другому, все отлично. Пошли дальше. Ты можешь сказать, что я неисправимый оптимист, это правда. Нет, ты продвигаешь свою адженду, понимаешь, ты используешь разные, как бы, технические речи для того, чтобы остаться как-то на плаву. Окей. А то есть это получается в том, я летаю высоко, вы, ребят, ползайте низко, я смотрю выше и беру глубже. Поэтому я вам говорю, все будет нормально, все будет хорошо. Слушайте, я вам говорю. Но этим ровно занимался религиозный сионизм первые годы государства, а потом, когда произошла шестидневная война, вдруг оказалось, что это самое востребованное и применимое. А до этого ему говорили, да вы летаете где-то непонятно где. Может быть, но... Это работа идеологов. Летать действительно выше, потому что я же не журналист новостей, я действительно занимаюсь разработкой идеологии, а чтобы ее зарабатывать, нужно смотреть на ситуацию в целом. по Гагарину. Только она, извини, здесь вопрос не в том, чтобы оставаться на плаву или не оставаться, наоборот, я считаю, что я зарабатываю именно то, что потом будет необычайно востребовано на следующем развитии. Конечно, ровно этим я и занимаюсь. А в чем стоит моя работа? Это и есть моя работа. Окей, но мы будем надеяться, что уже это поколение советских людей будет жить при коммунизме. Ну, ладно, ладно, все коммунизм, при развитом капитализме. Ну, хорошо. Да. Поэтому Медраш отличный, совершенно большое спасибо. Идем дальше. Теперь вернемся от Медраша к продолжению этой истории в Танахе. И в ответ на это Всевышний хочет чему-то пророк Илья научить и говорить ему, иди, встань на горе перед Господом, и вот Господь проходит, и ветер великий и сильный, разрывающий горы и разбивающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, и после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, и после землетрясения огонь, но не в огне Господь, и после огня голос тонкой тишины. Да, известная цитата. Здесь Бог хочет научить Илья следующим, что в твоем поколении не будет пользы от шума и огня. Если ты будешь продолжать идти этим же путем, в итоге ты просто убьешь всех. И после этого урока, после этого введения, Бог снова обращается к Ильягу и снова спрашивает его с тем же вопросом, что ты здесь делаешь, Ильягу? Ну, ответ Ильягу остается прежним. Возревновал я о Господе, оставили завет твой, жертвенники твои разрушили, остался я один, моей души ищут, чтобы отнять ее. То есть, Ильягу выбрал не менять свой путь. И тогда Господь решил заменить его другим пророком. Вывод, да, во-первых, стоит отметить, что Ильягу действовал точно в соответствии с Аллахой. Согласно Торе, наказание лжепророков по смерти, и по Аллахе он как раз был обязан их убить, что он и сделал. Но отсюда мы учим важные послания для будущих поколений. Во всем, что касается управления обществом, даже если Аллаха требует радикальных мер, это не значит, что это верно для любого места и времени. Лидер общества должен понимать, в какое время он живет, и действовать в соответствии с духом своего поколения и требованиями времени. Так, про пределы терпимости мы разобрали. Хорошо, может быть, здесь сейчас остановимся, и мне кажется, что мы уже слишком долго это все продолжаем. Давай сейчас остановимся, и это внесем в следующий урок. Потому что пределы терпимости мы совсем не разобрали. Это было сказано нечто, но совершенно, как бы, мне кажется, недостаточно. Ну, что есть радикальное мнение, типа, разрешить оружие детям, и мы должны его... Разрешить оружие детям? Окей. А является ли ЛГБТ, таким радикальным мнением или нет? В точке зрения рабо-шерки, да. Ну, окей, хорошо, может быть. Хотя, может быть, после истории со своим сыном, может быть, может быть... Короче, я хочу сказать, что приведенный пример давать оружие детям, это пример плохой, потому что он явно говорит про вопросы безопасности, и это совершенно не... Но это, к сожалению, это показывает глубину обсуждения, понимаешь? когда адаптер приводит такие вопросы, то у внимательного читателя у него эти брови поднимаются. Да, совершенно верно. Зачем такой бредовый пример приводить? Да, поэтому я согласен, поэтому вопрос остался. Вопрос остался, он требует действительно анализа и серьезного. Может быть, только я скажу фразу, интересно, что вот я переводил комментарий Рава Шерки к Китиса, и там как бы вопрос был, по-моему, очень близкий, а именно два подхода к разрешению как бы проблем, в том числе воспитательных, к проблемам Моше и подход Аарона. Там был как бы Моше говорит то, что надо делать, то есть режет правду матку, ну как грубо говоря, да? А Аарон, Аарон, у него другой воспитательный путь, какой? Он вообще идет вместе с теми, кто грешит, он с ними спускается до конца. Для чего? Для того, чтобы потом оттуда подняться вместе с ними и вывести их. Так вот, там была одна фраза, потому что это очень связано тоже с этим ребенком с оружием. Шаров-Ширки там пишет, ну короче, понятно, что Путин очень опасен. А кто может знать, как он опасен? Он говорит, ну понятно, что до какого-то предела он может спускаться. Этот предел это тоже предел терпимости. А до чего он может спускаться? Вот это вот непонятно, кто это устанавливает. Понимаешь? Если вместе с нарушающими субботу, например, вот мне там часто говорят люди не знающие, ну мы вообще не понимаем, что это такое, давай вот приедешь к нам, расскажешь про субботу. Я говорю, а в субботу не могу, а может быть правильнее приехать на субботу и рассказать им про субботу. Понимаешь, а где вот этот гурт, который устанавливается? И человек скажет, где крови, он тебе скажет, где этот гурт. Это тонкий момент, поэтому если с этим оружием он как бы легко отбивает, то понятно, что в нормальной жизни это не так. Да, я совершенно согласен, что вопрос очень сложный и он поставлен и действительно некоторое намек, ну не намек, некое продвижение к нему есть, пока очень слабое мыщем, и он требует безусловно обсуждения и переобсуждения дальнейшего. Все, предлагаю на этом нам сегодня закончить. Здесь ответ такой, что общество должно дорасти и понять, какие вопросы отвергать, а какие вопросы обсуждать. В плане этих фильмов финансировать, не финансировать, то есть здесь так было сказано. Общество не будет поднимать, потому что мы говорили, что общество раздергано на какие-то части, каждый будет тянуть в свою сторону. Понимаешь, сейчас пока, например, выбирают какой-то все время орган. Одни говорят богатство, другие говорят как бы Кнессов, правильно, который должен сказать последнее слово. А так и непонятно, кто его должен говорить, это последнее слово. Где они, эти рамки, в которых общество может жить, понимаешь? В том-то и вопрос, что здесь не может быть ответа Аллахи, что вот сейчас мы вот это отвергаем. Наоборот, все должны подумать, решить и как бы прийти к какому-то решению. И будет окей. Такого решения нет. Окей, ну хорошо. Хорошо, тогда мне кажется, что мы как раз на этом сегодня конструктивно обсудили и хватит на сегодня. Продолжим в следующий раз, через неделю. Всем спасибо. Всем спасибо. 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 Проведение этого занятия. Все были очень терпимы. Никакого мордобоя не было. Спасибо. Что с торопой системой? Как жаль, что я уже успел забыть, что такое многопартийная система. Спасибо, что напомнили. Спасибо. Это шутка не была. Всем счастливо. Не надо запись только выключить. Аккуратно. Спасибо. Пока. Пока. Продолжение следует...